Всем привет! С вами Александр Усольцев и сегодня мы с вами будем гулять по новогодней Москве. Наконец-то! Москву украсили! В последние годы ее украшают как-то попозже, чем обычно, не в первых числах декабря, а только к 16-му, к 17-му числу. Что ж, поехали! Будем гулять и смотреть, как все украшено. Ну а мы с вами на Лубянке и здесь, как и в прошлом году, поставили большой шатер с большой елкой. И с множеством елочек поменьше. Это все, что интересно, ну было во многом в прошлом году. Что интересно, в этом году елка абсолютно спонсорская. Вот видите, там банковские логотипы стоят. Вот так, чтобы всех напрягли украшать Москву. Вот такие шатры стали делать с прошлого года. Такой шассер и здесь, на Лубянке, еще мы сегодня их увидим. Привезошла некоторая смена парадигмы. У нас, если раньше ставили елки-конусы, такие символические, минималистичные, то после многочисленных критик и протестов начали ставить елки, более похожие на елки. Да, это искусственные елки, но, тем не менее, они более такие разлапистые. Видите, так, каждую веточку здесь украсили. И вот самое интересное, что это такая парадоксальная площадь сейчас. Это стоит елка, нельзя подойти. То есть, официально на эту площадь нет никакого перехода. Люди бегают через дорогу, вот в том числе от детского мира. Здесь будут, по опыту прошлой зимы, скорее всего, еще перецеплять движение гаишники, чтобы люди переходили. Потому что, ну, красивую очень площадку сделали, но без проходов вообще. Единственное, откуда можно перейти, ну так, неофициально, это от политехнического. Более-менее, ну, безопасно, потому что бегать от детского мира я бы вам не рекомендовал. Ну, а мы с вами сейчас перейдем по подземному переходу в сторону Никольска и будем гулять там. Интересную концепцию взяли у Франции. Ну, во-первых, эти шары, в которых все фотографируются, придумала компания Блашер и Лиминасьон. Ну, по крайней мере, они, это их фирменная конструкция, которую они везде и в Ницце, и в других городах Франции, и вообще в Европе показывали. Это идеальная штука для Нового года и Рождества. Потому что это такой большой шар, в котором все фотографируются. Что еще нужно для туристов? То есть, чтобы они показывали город и чтобы они их стимулировали показывать город в своих инстаграмах. Так что в этом смысле очень хорошо работают, молодцы, просекли фишку. Партнером этого видео является компания Москостюмер. То есть, вот, замечательный костюм, аккуратный, проглаженный, чистейший. Они делают народные костюмы, костюмы стилизованные, поднародные. Да и, в принципе, костюмы, которые вы можете снять для любого маскарада, для мероприятия, для корпоратива. Так что все ссылки будут в описании. Они работают без залога, что важно. От меня вам скидка 10% по промокоду MoscowWalks. Вся информация в описании. На самом деле, мы все это видели в прошлом году уже. Во-первых, это такие театральные маски, которые некогда были у Большого театра. И вот этот шар, который тоже уже далеко не первый год используется. И рядом здесь стоят театральные веера, которые также использовали в прошлом году и позапрошлым у Большого театра. Ну, а мы с вами начинаем идти по Никольской. Ссылку на карту я дам в описании. Такой идеальный маршрут для вас по новогодней Москве. То есть вы ходите на метро Лубянка и дальше идете по Никольской в сторону Красной площади. И дальше там и по Тверской и дальше. Ну, в общем, все будет в описании. Тоже ссылка на карту. Смотрите и гуляйте. И до конца новогодних праздников. И я думаю, до февраля это все точно будет. С Никольской очень интересно получилось. Ее решили и летом оставлять украшенной. И поэтому для нас это особо не удивительно. Единственное, что меняют здесь на Никольской, так это летом висят бабочки, а зимой светятся снеговички. Идем дальше на Красную площадь. Я, конечно, очень надеюсь, что на новогодние праздники в Москве выпадет снег. И вы будете смотреть это видео и удивляться, как это так. Идет дождь, новогоднее настроение. А на самом деле вот оно все такое серенькое-серенькое. Ну что ж, и на Красную площадь у нас завезли снег. Ура, товарищи! Ну а на Красной площади у нас открылась широкая ярмарка. У нас елку поставили, палатки, в которых, в общем, продают от блинов до различных сбитней и прочего. Это все, кстати, делает не город. Этим занимается компания Боско и, собственно, Гум. И Каток тоже делают они же. Но приходите на Красной площади всегда весело. Ну и где еще вы покатаетесь с видом на Кремль на коньках? Но больше всего ярмарк разворачивается уже ближе к собору Василия Блаженного. Здесь уже и карусели, и различных палаток больше, и елки продают. В общем, будете гулять по центру города, но обязательно зайдите. Ну а будете на Красной площади, так обязательно забегите в Зарядье. Здесь украсили гирляндами столбы и парящий мост. Но самое интересное, что здесь сделали вдоль набережной такие ламповые поля, которые переливаются разными цветами и просто создают, опять же, идеальный фон для ваших фотографий. Ну и в целом красиво все это выглядит. Причем эти ламповые поля идут вдоль всей набережной. И вот тоже интересно украсили в этом году Большой Москворецкий мост, который вот только-только-только открыли после капитального ремонта. Его украсили, если Тверская украшена бокалами шампанским, то здесь такие более какие-то солидные конструкции, похожие скорее на бокалы вина. Ну а на Ильинке у нас опять, как в прошлом году, такие же большие квадраты с дырами из квадратов, которые нависают над улицей. Я не знаю, что имел в виду художник, но выглядит довольно странно. Но, в принципе, дорога освещает красиво, вдаль уходит такой перспективой. И улица все равно смотрится нарядной. Зацените, какой прикол. Хотел показать вам ГУМ и как там все украсили, какие там елки. А там всегда делают очень красиво из елок от разных брендов. И знаете чего? Как оказалось, в ГУМ нельзя в костюме Деда Мороза. Просто не пустили. Так что я не понимаю, в чем этот прикол. Может быть, там, не знаю, из ГУМа кто-то внизу отпишется, почему так нельзя. Но как факт. И в результате ГУМа в этом ролике не будет. Но я все равно вам рекомендую сходить обязательно в ГУМ на новогодние праздники. Еще один интересный момент. Вот буквально только сейчас открыли здесь переход на площадь революции. Переход, который был закрыт, ну, не знаю, больше 10 лет. Переход, который был еще в советское время. Вот мы с вами сейчас пройдем и посмотрим. То есть, ну вот, все совершенно новенькое, белоснежное, аж блестит. Ну и вот, то есть, раньше была совсем такая крутая лестница. Сейчас сделали же по современным ГОСТам уже более пологую. Но все еще с такими странными полозьями, которые невозможно использовать. Только с колясками, такими, которые по магазинам ходят. А то любые люди с ограниченными возможностями здесь вообще не проедут. И на площади революции традиционная ярмарка. Тоже, кстати говоря, с шатрами. То есть, с прошлого года начали эти шатры активно делать. Кто-то их очень так здорово, видимо, кому-то продал. И, ну, красиво, красиво. Вот эти палатки под навесами из ламп. Так что на площади революции здесь, я боюсь, в новогодние праздники будет негде яблоко упасть. Ну а на Манежной площади здесь у нас европейская ярмарка. Видите, Нюрнберг, Копенгаген. Продолжение следует... Ну что ж, у нас здесь начинается Тверская. И открывают ее такие большие арки, хорошо знакомые многим по прошлым годам. Это арки итальянского производства. Это Studio Festi, ну или сейчас Festi Group. Компания, которая продает эти арки и для Милана, и для кучи итальянских городов. И, в принципе, по всему миру они делают такие световые конструкции. Москва их закупила несколько лет назад и каждый год выставляет по Тверской. Но прежде чем мы отправимся на Тверскую, мы, я рекомендую, пройти еще до Большого театра. Потому что там всегда грандиознейшее световое представление и световая инсталляция. Ну что ж, вот мы пришли к Большому театру. Здесь еще больше шар, чем на Лубянке. Здесь стоят те же самые украшения, которые были в прошлом году. Такие красивые арки, создающие ритм и такой танец льда вокруг фонтана. И, ну, конечно, все это подчеркивает больше даже архитектуру Большого театра. Что, в общем, неплохо. Ну, а веера, как видите, вот на заднем плане, которые делали специально под театральную тематику, когда в Москве Новый год был посвящен, тема была главного украшения театральная. Оно все так же здесь присутствует. И маска, и веер. Ну, вообще, я вам скажу, что москвичи зажрались. Потому что это мы сейчас с вами ходим, типа, это было в прошлом году, а это уже было, это уже мы видели. Люди сюда приезжают, там, не знаю, раз в несколько лет. И они все это видели по телевизору, а теперь видят вживую. И Москва сейчас максимально пытается делать деньги на туризме. Потому что в новогодние праздники на туризме Москва делает просто огромнейшие деньги. Так что это важно для города, в том числе и для наполнения бюджета. ЦУМ хочет в этом году переплюнуть ГУМ. У нас, если в ГУМе там елки, которые навеяны разными брендами, то здесь у нас тема елка детства. То есть пригласили разных дизайнеров, которые профантазировали на тему своего детства. И поставили елки, то есть где-то советские, где-то там из 90-х, где-то с какими-то мотивами, винтажными украшениями. Как это могло бы выглядеть там в их детстве. Такая елка мечты. Так что обязательно зайдите сюда за ЦУМ и вот за Большой театр тоже посмотреть каждую елочку. Ну а мы отправляемся дальше по Кузнецкому мосту. Вот опять у нас эти итальянские украшения и навеянный декором Большого театра. Пойдем по Кузнецкому мосту, к Мергерскому, в сторону Тверской. Ну а Дмитровку в этом году особо даже не украшали. Примерно так же все осталось, как оно весь год. Причем в один из прошлых годов здесь было вообще такое огромнейшее, огромнейшие инсталляции, вспышки, такая дискотека на Дмитровке. Очень все сильно это ругали. Это был такой краснодарский подрядчик. Потом это все переместили на какое-то время в парк Сокольники. Ну а видимо потом отказались вообще от этого. Я не знаю, где сейчас может это. Но скорее всего в каком-то районе это будет выставлено в парке. А на Дмитровке, мол, очень ругали, слишком уж трешово. Ну а мы вышли в Камергерский переулок. Камергерский переулок, который выходит сразу на Тверской. Вот по нему прогуляемся и посмотрим, как там украсили все. Ну что ж, здесь все те же самые студии Фести. В конце Камергерского переулка и на углу с газетным переулком стоят такие большие арки с кучей ламп разноцветных. И такой небольшой рождественский базар. Ну или новогодний, как кому нравится. Станиславский Немирович Данченко. Здесь среди елок украшений новогодних вообще даже уже не видны. Ну и вот у нас главная улица Москвы. Одна из, точнее, главных улиц Москвы украшена вот тоже такими стандартными французскими бокалами. Это стандартная конструкция компании Блашер и Луминасьон. Такие же делают ежегодно на Елисейских полях. Ну и у нас уже каждый год, который год делают их здесь. Вот эти конструкции на Тверской, такие снежинки в арке. Это единственное, что в прошлом году нового появилось из украшений. Не знаю, кто это делал, но прикольно. И их вот тут только немножко на Тверской. В остальном все те же самые бокалы с шампанским, как и в прошлом году. То есть, если вы в прошлом году гуляли по Москве, вы ничего нового не увидите, но зато проникнетесь праздником. А если вы не гуляли в прошлом году по Москве, обязательно погуляйте в этом. Вам второй шанс дали. А мы с вами пришли на Тверскую площадь. Это главная Московская площадь. Красная площадь, на которой мы были, это Федеральная площадь. Там ее благоустройством, скажем так, занимаются федеральные органы. Ну а украшением к Новому году ГУМ. А здесь уж мэрия разошла. Здесь в этом году что-то новенькое. Решили сделать каток. Каток прямо перед мэрией. Вокруг памятника Юрию Долгорукому. Ну и опять же эти итальянские арки, которые здесь идут туда дальше, до Столешникового переулка. Тоже очень хорошее место, чтобы фотографироваться для ваших инстаграмов. И в принципе сделать хорошие фотографии Москвы новогодней. Ну что ж, памятник Пушкину на одноименной площади. И сразу за ним в скверике вокруг фонтанов целое буйство света. И одно из лучших мест, опять же, для ваших инстаграмов, где пофотографироваться. И где сделать очень настроенческие фотографии из Москвы. Проникнуться атмосферой Нового года. Вот пройдем сейчас и все посмотрим. Вот фонтан. Не работает зимой, очевидно. И вокруг него сделали такую красивую корону со снежинками и мотивами снежной королевы. Такая танец льда и снега. О, специально для вас, любители фотографироваться, даже такие вот вещи стоят. Сейчас пока здесь никого, никакой очереди нет. Так что вот фотографируйся сколько хочешь на Пушкинской площади. А напротив, на Пушкинской площади, воздвигли целый такой ледовый театр и каток. Во-первых, можно покататься. А во-вторых, здесь по будням одно представление ледовое, а по выходным целых два. Так что имейте в виду и приходите сюда тоже на Пушкинскую площадь. Ну и одно из главных таких зрелищных инстаграмных мест новогодней Москвы. Это, конечно же, тоннель на Тверском бульваре. Тоннель на Тверском бульваре, который уже не первый год здесь ставят. Но каждый раз он впечатляет и каждый раз здесь просто полную фотографию вываливается. Так что будете здесь на Пушкинской, обязательно пройдитесь по длинному Тверскому бульвару. Часть которого занимает вот эта прекраснейшая французская, кстати, тоже говоря, конструкция. То есть это тоже была Шерли Минасьон у них на сайте, это можно видеть. Ну а карта на этот маршрут, она будет в описании. Соответственно, сможете также прогуляться по новогодней Москве таким оптимальным маршрутом. Можно от Пушкинской, можно от Лубянки. Посмотреть все самое главное. И у меня до вас подарки, соответственно. Скидки. Ну, во-первых, я уже сказал, что Москостюмер 10% скидка на все костюмы. Под маскарадой корпоративы, ссылка в описании. Ну а если вы еще не поставили елку и до сих пор думаете, где купить хорошую, лучшую, живую, пахнущую елку, то, конечно же, ссылка в описании. 10% вам скидка на любые елки, которые продаются у Варламова. То есть, ну, практически на любые, кроме тех, которые не помечены звездочкой. Но подписывайтесь на этот канал, ставьте обязательно лайк. Вот прямо сейчас это очень важно. Надеюсь, у нас будет снег. Надеюсь, у нас будет новогоднее настроение совсем уже к Новому году. Надеюсь, что вы уже смотрите, и вся Москва завалена снегом. И у нас полнейший такой Новый год красивый. И я с вами прощаюсь. Всех с наступающим Новым годом. Ну, а кого-то, может, уже с наступившим, кто смотрит этот ролик в 2020 году. До встречи в Новом году, до встречи в новом сезоне. С вами был Александр Усольцев. Всем пока. Ну, а для тех, кто смотрит видео до конца, вот я рассказывал про рога или упавшие звезды на Патриаршем мосту перед Храмом Христа Спасителя. Ночью это выглядит очень даже впечатляюще. Так что, вот, вечером сюда стоит прийти полюбоваться. Ну, во-первых, и на это световое оформление. Ну, и, конечно, на прекраснейший вид на Кремль. Так что гуляйте по Москве и любите наш город. У нас вся Москва украсилась. Вот будем сегодня... Так, проблема. Так, разобрались с бородой. Теперь она в рот не лезет. Продолжение следует...